Всем привет! Добро пожаловать обратно в сбежавших подростков! Это Челленджи Симс 4. И, как видите, наш город начал преображаться. Точнее, район, в котором живут наши сбежавшие подростки. Живут они на заброшенной железнодорожной станции с поездом, тут со всеми делами. Я думаю, кстати, всё-таки контейнеры я когда-то от них уберу. Может, всё-таки стоит это сделать. Не знаю, я ещё пока подумаю по поводу расширения их дома. Но расширяться пока не на что, на самом деле. Так вот, мы продолжаем обживать этот район. Мы продолжаем строить свою жизнь, карьеру, учёбу, всё прочее. И наши подростки уже поступили в университет. Да, они ещё подростки, хотя они вроде как взрослые, но они ещё подростки. У нас верёвочка порвалась. Какая печалька. Вот. Давай-ка ты сразу пойди, пожалуйста, почини её. Потому что наш лори уже там со всеми заданиями. Как я и говорила, они у нас поступили в университет. И они готовятся. У меня такая стратегия, что когда кто-то учится в университете, чтобы хоть немного облегчить неделю обучения, я стараюсь всегда за выходные сделать все большие письменные работы. То есть там курсовые, презентации, что там. А, по-моему, и всё. Ну вот курсовая – это очень долгая вообще песня. Вот. И презентации тоже, в принципе. То есть я стараюсь такие вещи сделать. А за счёт того, что я им назначила целых три курса, я отчаянный человек, если честно, немножко. Так. Чё ты грустная? Чё ты грустная, малышка моя? Ужасный праздник, ясно. Вот. Ну а так как у них всего один ноутбук, у нас второй стол есть, но он пока не используется. Потому что, ну, как бы у нас даже стула для него нет. Хотя можно отсюда, конечно, переместить. Сулев у нас тоновалом от этих самых дешёвых языка жизни. Но, короче, вы поняли. Так, это у нас всё надо выбросить, пожалуйста. А, нет, подожди. Подождите, подождите. У нас же есть тут супер мусорка. Я всё никак не скажу, что у нас на эту серию, потому что прополоть, а ты поливать не надо, ничего. Полить, собрать весь урожай. Собери, пожалуйста, весь урожай. Думаю, что у нас ноль. Вообще ноль просто. Обалдеть. Так, пока она будет заниматься, я это всё сделаю. В общем, пока они всем этим будут заниматься, я как раз расскажу, что мы будем делать. Так как у нас воскресенье, они вчера немножечко пописали свои курсовые. У каждого из них, как я уже сказала, по три курса. Но так получилось, что письменное задание только по одному. Остальные все сдать экзамен, сдать экзамен. То есть нам нужно ни в коем случае не пропускать ни одного занятия, делать домашку. И домашку они, по-моему, да, всё сделали домашку. Они молодцы. Вот. Ну, как она грустная. Ну, что уж поделаешь. Вот. Они сделали домашечку. Они вот сейчас доделают курсовые, как я в прошлой серии говорила. Нам, ну, не то, что нужно завести собаку. Они хотят завести собаку, потому что у нас Лори оказался любителем собак. Когда он вырос, выяснилось, что он очень сильно их любит. Вот. Поэтому мы, как бы, это его желание исполним. Но для этого, как вы понимаете, нам нужны деньги. Потому что, ну, что такое? Почему каждый раз она расстраивается? Что это такое? Пойди, постирай, пожалуйста. Занимайся стиркой. Вот. Я надеюсь, что она сейчас снимет урожай. И как-то это будет повесить. Да что ж так? Почему? Почему это происходит? Так что она, типа, собрала весь урожай? Я опять не рассказала, но сейчас. А, у нас ждут эти. Подождите. Мне кажется, я какую-то лягушку, кстати. Мы можем за лягушками съездить. Мы... У нас весна. Потому что мы тогда ездили зимой. У нас ничего не получилось. Давайте размножать лягушек. Сейчас мы заработаем денег. Так, бычий глаз, бычий глаз. Давайте бычий глаз. Так, у нас два бычих глаза получилось. Но все равно 100. Окей. Поехали дальше. Что у нас тут по цветочкам? Цветок шафрана 54. Что там дальше? Хоризонтема 64. Нормалек. И... О, 138. Крутие. Груша по 50. Мне кажется, груша как-то дороже должна быть. Но это, наверное, их... Но, наверное, их для этого нужно в другом месте продавать. Мы пока не хотим. То есть я не хочу ездить. Так, ну что? У нее желание общаться появилось. Очень сильно. Так. Мы уже, кстати, 436. Мы можем, в принципе, уже заказать себе собаку. Ну, в смысле, из приюта. Давайте... Мы уже можем себе позволить. По крайней мере, это все. Где оно? Подарка, ветеринарную клинику, услуги. Вот, услуги. Так. Что у нас? Это инспектор. Продать? Нет. Приютить собаку. Мы приютим собаку. А почему нету этой штучки? Что нет? Мы не приютим собаку или что? В чем проблема? О, блошиный рынок. Может ездить на блошиный рынок? А почему у меня ничего не произошло с этим? По поводу собаки. Я не поняла. Я что-то не то сделала или что? Или как? Что-то немножко не это. Так. И, малышка моя. Я говорила в прошлой серии то ли 3 раза, то ли что. Что-то такое было, что мы ограничиваем количество походов в мусорку. О, папа пришел проверить, как вы тут, ребятки. Так. А что у нас здесь? Взять почту. Я, кстати, хотела посчитать. Посчитаю, кстати. У нас сегодня понедельник. В смысле, завтра понедельник. Эх, какая собака, если у нас тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как-то... О. Флори дописал этот. Тогда все это отменяем нашей малышке. Она сейчас для этот... Ой, я же тебя поставила на паузу. Так. Шикарно. Шикарно у нас сломался ноутбук. Почини его, пожалуйста. Потому что заменять мы точно его не будем. Сдай работу, и тогда занимайся ты домашними делами. Пока наша Пайпер... Как раз ты сейчас починишь ноутбук, а она пойдет свою курсовую дописать. Потому что вчера она черновик написала. Вот. Ей нужно только доделать. Но надо сразу сдать. Потому что я потом забуду отправить эту курсовую работу. И будет не очень хорошо. Не очень весело. Нам надо еще вот взять эти... А по-моему, это какие-то на день рождения нам там подарочки прислали, насколько я помню. И счета. То есть нам нужно сейчас, чтобы все-таки у нас получилось все с собаками, нам нужно еще 500 миллионов. Так, все. Я ему назначила. Потом... Ой, папа нас не дождался. Я уже хотела с ним пообщаться. Ну, ладно. Возьми почту, пожалуйста. Я хотела посмотреть, голосовать за комплекс Мир. Вот. Кстати, нас штрафуют за использование компьютера, потому что у нас есть комплекс Мир, как в старые добрые времена. Спасибо, что вы подсказали. Оказывается, нас за это штрафуют. У нас и так мало денег. И нам еще штрафы выписывают. И это как-то не есть good. Вот это, как в старые добрые. Я помню... Так. Вот это вот все. Короче. А что мы... А вот, модернизация у нас. И нам в следующем голосовании... Только в следующем голосовании мы можем это все сделать. Кошмар какой. У нас нет уже очков влияния, но зато мы поможем порт-промису стать лучше. У нас это получится. Ну, хорошо было бы еще отменить. То, что нам 25 миллионов каждый раз нас снимают. Это, конечно, кошмарик. Еще у нас куча великов. Давайте хоть какое-то... Почему у нас... Это он, наверное, в мусорке нашел. Нам не нужно столько великов. Так, что у нас здесь? Письмо о поступлении в университет. В университет. Что тут? Что, это все было просто письма в университет? А вот какие-то книжки у нас. Мы не можем их продать, да? Это две одинаковых книжки? Как я бросила вашу папу? Да. Это все одинаковые книжки. Ладно. Раз мы не можем... Это мы все продадим в режиме... Ну, в режиме строительства. Давай три раза здесь покопайся. Может быть, здесь можно еще покопаться. Да, давай покопайся. Все? Да. Потому что наша мусорка уже немножко перелимитилась. Это не есть хорошо. Так, ты, малышка, у нас идешь потом... Ага, что-то отменилась действия. Протри, пожалуйста, пол. Тут такая лужища. Ой, еще в туалет тебе надо сходить. А то будет не очень приятненько. У тебя там больше никакие общения как-то. Печалька. Ну, ладно. Учеба немножечко сейчас важнее. Так, ну все. Они назначились. У нас, в принципе, задача на эту серию завести собаку. Или двоих. Я бы, конечно, двоих лучше завела. Потому что, мне кажется, им веселее было бы. Но для этого, как вы понимаете, нам нужно 400 символионов. Только за самих собак. И плюс еще всякие там подстилочки, мисочки и все прочее. Это тоже еще куча денег, на самом деле. Ну что? Что у него? Опять краска. Ну вы издеваетесь. Это мама пришла, что ли, наша? Да, Сэмми Эппель. Соседка. Наша Пайпер занята. Она моет полы. Лори, двухспальная кровать. Ну она очень... Такой потрясающий. Да, хочу узнать. Давайте все отменим. Отменим, отменим, отменим. И заодно пообщайся, короче, с мамой. Унитаз. Вот это хорошо. О, пригласи войти, пожалуйста. Пообщайся с мамой, потому что у тебя сегодня настроение прям вообще печаль, грусть, печаль. Невыносимая. Да, я понимаю, что ты любишь экологию. Давай выходи, пообщайся с мамой. Чтобы как-то... Тем более, что она подарочек какой-то принесла. Может, что-нибудь полезненькое. Раковина. Отлично. Так, и что? Книжку ты принесла мне книжку, да? Да, семейный совет. Ну, все, пообщайтесь немножко. Я думаю, они сейчас как-то сойдутся на этом деле. Так, что ты тут? Ты у нас нашел. Что ты у нас нашел? Ничего ты у нас толком не нашел. Ага, тут все. Все. На сегодня это все. Окей. Окей. Что-то он все-таки нашел. Сейчас мы покопаемся в багаже семьи. И я думаю, что там что-то будет. Так, ты у нас вообще в душ. Иди, пожалуйста. Идите, мужчина, в душ. И наушнички, наверное, включите. Я хотела, чтобы он еще этим позанимался комедией. Мы сейчас поймем, как это сделать. Это только с помощью микрофона, наверное, да? Все это происходит. Или здесь можно дискутировать, изменить наряд, мысль, репетировать речь. Угу. Нельзя. Только микрофон, наверное. Ну, и на ноутбуке писать шутки. Но мы сейчас на ноутбуке не будем ничего делать, потому что все-таки надо, чтобы наша Пайпер закончила с этим делом. Почему у тебя не повышается этот... общение? Я не поняла. Why? Why? О, нам будут дарить подарок? Получить подарок? Вот. Мне прямо интересно, что это будет за подарок. Давайте посмотрим. Подарки от родителей, это всегда классно. Что-то полезное обязательно. Зачастую. Ну, что это? Что это? Яблоко! Серьезно? Серьезно? Это яблоко? Простите, у меня истерический какой-то сверх. Давайте его положим в холодильник, мы его потом приготовим. Мы, кстати, может быть, уже можем этот... Лягушек раз этот размножать. Потому что что-то у нас как-то печалька с деньгами, если честно. Учитывая, какие у нас планы. Кстати, за учёбу же мы заплатили. У нас всё как-то так неплохо. Ну, вот это яблоко. Я-то думала. Я рассчитывала хотя бы на книжку, если честно. Так, ну что ж, с возвращенницей через паузу. Потому что, в общем, как вы видите, у нас теперь есть животные. Они к нам пришли из приюта вот такой вот компании. Они все друзья. Они не захотели расставаться друг с другом. Но, на самом деле, по факту у меня опять проблемы. Я не смогла почему-то заказать животных из приюта. Как-то, я не знаю, короче. Я просто смирилась, что у меня постоянно какие-то проблемы. Из-за чего-то это происходит. Из-за чего непонятно. Но вот из-за чего-то происходит. Поэтому мне пришлось создать семью с животными. А потом их переселить. Мы, на самом деле, сейчас отнимем денег. Давайте сразу это сделаем. То есть, каждое животное стоит по... Ну, вот. Если его через услуги заказывать, по 200 миллионов. У нас три животного. Сейчас я со всеми познакомлю. Значит, у нас останется... Сейчас. Тик-тик-тик. Останется у нас тысяча восемьдесят три. О, всё. Минус шестьсот. Всё. Мы честно заплатили. Кстати, эта сумма у нас накопилась за счёт того, что Лори вот как раз-таки покопался. Мы продали лягушек. Ещё я, кстати, заметила, что наши цветочки, которые розочки, они почему-то не в багаж персонажа попадают, а в багаж семьи. И они хорошо продаются. Ну, короче, вот мы тысячу семьсот смогли накопить. Потому что там раковина была, там туалет был. Ну, нормальненько. Как видите, у нас хватило. Мы на эту тысячу сейчас купим всех вот этих вот штуковин, которые нужны животным. Единственное, что я не очень понимаю, надо ли нам расширять наш дом. Мне кажется, надо. А вы что скажите? Скажите мне, подскажите. Я не знаю, что он мне делает. Так, ладно, знакомимся. Это всё двор-терьеры. Это всё смешанные породы. То есть у нас никаких чистых пород нет. Самая большая у нас девочка взрослая. Манго. Она же девочка, да? Подождите. По-моему, она всё-таки девочка. Манго. Это у нас Зиппа. Вот такой вот товарищ. Сейчас я приближу. Вот он. Зиппа. Манго. И Гучи. Гучи, Гучи, Гучи. Да, у нас кошка зовут Гучи. Это рандомом выпало. Мне показалось, это очень даже мило и смешно. В общем, вот такая вот у нас банда теперь есть. Смешная большая. Это большая белая собака. Она просто покорила моё сердежко. Прям в самое сердежко попало. Так, милый, у тебя всё плохо. У тебя всё как-то этот. Пообщайся с животиночками. Погладь, пожалуйста. По что-нибудь. Погладь тоже. А это не надо гладить. Она у нас такая независимая. Она не любит внимания. И у нас кошка сама по себе. На самом деле, сейчас прям уже надо купить им мисочки. А то боюсь, что они как всегда голодные. Так, мама от нас уходит. Ну ладно. Такой большой мишка. Он поздоровался с ними. Видите, как смешно. Так, ему нужно побольше находиться на участке бездост. Ну да, да. Теперь друзья. Вот так вот, как быстро можно завести новых друзей. Всё потому, что это животные. Они сразу хотят с вами дружить. Это, конечно, что-то невероятное и потрясающее. Смотрите, как настроение сразу поднялось. Вот оно счастье. Обними, пожалуйста, и дай лакомство. Мы же можем дать лакомство? Обучение пока не надо. И дай лакомство, пожалуйста, и с ним тоже. Поиграйся и дай лакомство. Всё, сразу заиграла другими красками. Смотрите, какое у него настроение. Ну, сейчас немножко пропадёт по поводу грязи. Это у нас, наверное, вот это. Из-за этого происходит. Надо бы, наверное, ещё этой покопаться. Сейчас она закончит с университетом. Ищи три раза. Я надеюсь, она немножко разгрузит наш контейнер. Потому что портит настроение. Так, события. Ты же тут занимаешься, правда? Правда, правда. Хорошо. По поводу расширения. Я не знаю, что-то мне кажется, что нам нужно две лежанки. Получается, две маленьких, одна большая лежаночка нам нужны. Это прилично получается. О, кошка уже зашла такая. Тынь-тынь-тынь. Уже что-то смотрит. Нюхает новую хозяйку. Типа, ты человек, теперь со мной живёшь. Да, кошки считают, что это мы у них живём. Мне кажется, эта кошка тоже так считает. Так, что вы тут наобщались? Нет, да. Он хочет пойти постирать, а сменить воду. Слушайте, он уже в хорошем настроении. Микрофон надо ему, короче, покупать. А тут нельзя уже снять? Нет, ещё нельзя. Надо как-то его развеселить. Давайте, наверное, я перейду в режим строительства. Куплю всё-таки ему микрофон. Пусть он тренируется. А по поводу расширения надо что-то короче думать, наверное. Всё-таки, потому что, мне кажется, с тремя животными мы тут не влезем. Но у нас пока тысячи семиллионов, поэтому мы сильно, конечно, не разгонимся. Но что-то можно придумать. Так, ну что ж, мне хватило денег прям впритык. Но зато, смотрите, я целый мир построила для этих животных. И нам нужно наполнить. У нас осталось 48 семиллионов. Да, мы сможем наполнить только одну кормушку. Я всегда покупаю только эти, потому что если по одной наполнять миски, вы и замучаетесь. На самом деле, мне кажется, это ещё и дороже выйдет. А ещё у нас какой-то супер-пупер лоточек, который самый очищающийся. Но мне написали в описании, что он подходит для участка без удобства. Я не знаю, почему так, но посмотрим, как это всё работает. Так, ещё вот лежаночка у нас. У нас две собаки и кошка. Я надеюсь, кошка сможет здесь лежать. Как всё это выглядит, мне вообще категорически не нравится. Но по-другому я пока не знаю, как это всё. Как-то, в общем, что с этим делать, видите. Я брала один стол, потому что он всё равно не используется. Непонятно, когда будет использоваться. А я ещё купила микрофон, он очень дешёвый оказался. Так, 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 анекдот, да? Анекдот. Всего 257 миллионов, что нас, в принципе, и спасло. Так, у нас надо поставить наполнение, расписание. Каждый час. Учитывая, что у нас... Сколько у нас целых теперь? Три животных. А сколько? У тебя есть же какой-то навык, я так понимаю. Комедия два. Слушайте, мы же можем уже, кстати, ходить, выступать в ресторанах. Ой, в ресторанах. Ну, всяких заведенницах. Может быть, мы сегодня съездим куда-нибудь. Может, лучше мы в заведение съездим, чем за лягушками. Кстати, лягушки, мы можем уже их размножать. Я так понимаю. Можем, можем так. Нет, мы еще не можем. Ладно, ладно. Что там? Кто там гавкает? Иди уже. Домой иди. Где вторая собака? Что, ты сбежала? Или она уже в комнате? Так странно звучит лори, конечно. Это вот собака, вот кошка, вот собака. Кошка, конечно, очень спешно. Смотрится это Гуччи. Гуччи Прада. Надо еще завести кошку Прада и Шанель. Для полного комплекта. Ты когда уже там допишешь-то? Так это долго происходит. Так, этот у нас... Похоже, у нашей собаки есть любимчик. Так, нам нужно, кстати, тут немножечко с средством аджуков. А почему ты такое сухое? На тебя полить нельзя. Или ты у нас не СИЗО просто и все? Так, ну что тут происходит? Что, собака? Кто ты? А, у нас кто-то... Кто-то стоит. Это кто? И кто? Просто какая-то молодая женщина. Ну, прости, мы тут все заняты немножко. А, собаки пришли гавкать на нее. У нас, конечно, очень легко понять вообще, есть кто-то дома или нет. Потому что, как бы, у нас все прозрачно. Кошка пошла здороваться. Серьезно? У нас кошка пошла здороваться. С новопришедшим человеком. Че она испугалась-то? Так. Как он громко это делает, слушайте. Я даже не ожидала. Табу! Так, судя по времени, короче, мы никуда вообще уже не пойдем. Че все где-то так одинаково в этом платье? Со стороны как-то это выглядит. Вот, отлично. Она написала работу. Ура, ура, ура. Сейчас она покопается в мусоре. Может, как-то уйдет плохое настроение. Минус 8. За что? За что минус 8? Что мы использовали? Нам нужно отменить срочно это, как в старой доброй. Это будет наш следующий. На следующей неделе мы будем этим заниматься. Потому что это кошмар, конечно. Кстати, надо посмотреть. У нее, по-моему, есть какие-то очки влияния. Надо глянуть через нее. Я надеюсь, что мы сейчас что-нибудь найдем. Давайте ускорим. Я тут двиню, потому что он не орет прямо в ухо. Я думаю, что вам тоже. Как-то это... Ну, он, конечно, микрофон говорит. То есть, он эти шутки рассказывает всему району, видимо. Он выступает у себя дома. Шесть. Отлично. Всему району рассказывают эти шутки, чтобы они оценили. Так, ну что, схрастим пальцы и... Сырье отлично. Ну, такое себе, конечно. У нас, кстати, сырья достаточно много. Можем что-нибудь сделать. Но это надо ехать на другой участок. Пока как-то не очень хочется. У нас завтра первый день семестра. И, в общем, как-то не хочется. Смотрите, вокруг него скопились все собаки. Надо сейчас пообщаться с собаками. Так, находит золотая фигурка. Ясно. Ну, тоже хорошо. Сейчас мы пойдем пообщаемся с собаками. Так, у нас здесь все хорошо. Давайте не будем тогда расходовать свои очки влияния. На будущее у нас тут... Завтра мы, короче, увидим в 6 часов вечера. Окей. Пошлите общаться с собаками. Тони как-то по... Этот... Лори с ним первым... Первым пообщался. Они его полюбили. Теперь, видите, не отходят. Похвали, пожалуйста. Погладь. И... Тоже... Погладь и дай лакомство, пожалуйста. Ну, предложи дружбу. Хорошо. Короче, общайся. Что-то наше белье никак не высохнет. Странно. Я надеюсь, этот... Как в этом... Пекарни в наследстве у нас не будет. Что наша собака там бесконечно куда-то убегала. Ее постоянно опрыскивал скунс. И это был какой-то кошмар. Я замучилась его стирать в этом всем. Прими душ, пожалуйста. Так, ага. Теперь друзья. Вот. Они теперь друзья. Это хорошо. Теперь будет за ней ходить? Смешно. Смешнулина. Ага. Вот кто занял большую лежанку. Вы понимаете? Что это за наглость? Где большая собака будет спать? Она мне забрала у собаки лежанку. Вообще-то вот ее лежанка. Или хотя бы вот это. Все как в жизни. Кошмар какой. Так, все. Ага. Она уже получила дружбу. Все. Короче, уже вечер. Мы никуда не успеваем. Но... Зато мы сделали самую важную вещь. Мы завели питомцев. И обеспечили всем необходимым их. Правда, у нас с деньгами напряженка. Но ничего. Доброе утро. Это следующий день. Наши подростки. Точнее, мои подростки. Вчера, в принципе, вот занимались домашними делами. И завалились спать. Потому что уже не было сил. И сегодня уже утро. И Лори сходил, кстати, на свое первое занятие. Пайпер скоро пойдет. Я хотела показать вам район, каким он был. Потому что он будет преображаться. Сегодня же пройдет голосование в 6 часов. И что-то должно поменяться. Давайте будем выискивать, что же там будет меняться. Мне прям сильно-сильно интересно, как это все будет преображаться. И надо будет обязательно не забыть. А что это? А, это небо. Это текстура неба такая. Мне показалось, что там какие-то горы. Горы, ураганы. Вот. В общем. Что я сказала? Что я сказала? Что надо будет обязательно не забыть отменить старые добрые. Ой, простите. Старые добрые времена. Потому что они нам мешают жить. Они нам постоянные штрафы. Вляпывают. А еще у нас... Я продала все растения, которые мы сняли. Сейчас мы лягушек еще размножим. Потому что нам пришли счета. Я такая вчера... Я все смогла. Я все... Короче, я классная, замечательная. И я... Купила все для животных. Но при этом я забыла, что... Вообще-то у нас счета. И как бы нужно за них платить. И там 520 миллионов. И нам как бы на что-то нужно жить. Но я немножечко про это забыла. Вот такого. Я не хочу, конечно, перед учебой, чтобы она копалась в мусорке. Потому что у нее есть два часа. Я думаю, что хотя бы искать мебель и декор. А потом она примет ванну. И я думаю, как-то жизнь у нее наладится. Ага, еще у нас нету. Быстро. Ну, быстро хотя бы. Искупайся. Так. Наши, кстати, животные все так и ходят за нами. Собака, кстати, спала на полу. Потому что кошка опять заняла место. У нас кошка тиран, оказывается. Так, Лори. Почему у тебя... Что у тебя дискомфорт? При том, что мы постирали одежду. Но у него почему-то дискомфорт. Давайте еще раз постираем одежду. Проверь, пожалуйста. Сначала карманы. Это полезная штука. И постирать. Ай, подождите. Я, наверное, постирала в корыте. 96 миллионов. Отлично. Слушайте, мы можем заплатить за... Так, сначала смени воду, потом... А потом все остальное, короче. Мы, наверное, постирали в старой воде. Так, у тебя сразу дискомфорт. Да. Сейчас ты пойдешь и скупаешься. У нас там воды не накопилось случайно. Нет. Почему? Что? Вот как-то иногда резко происходит, что вообще все вырубается. А то у них есть все нормально, все нормально, а потом как-то резко. Хыдыщ и все. Хыдыщ-хыдыщ и все. Так, давайте за счета мы можем заплатить. Ура-ура. У нас есть возможность. Потому что если она в таком настроении пойдет учиться, это, конечно, будет провал. Ага, надо разрешить животному выйти спокойно, пописать. Простите за подробности. Манга хочет попросить. Он, по-моему, не сможет ему в фоновом режиме это сказать. Куда уши пропадают? Это как-то немножко странно. У нас какая-то совсем другая собака получается. Так, ну что. Как-то, мне кажется, я боюсь, у них сейчас будет с университетом все не очень. Потому что они такие грустные. О! К счастью, Пайпер получше стало. Это хорошо, это радует. Она возбужденная, это неплохо. А почему ей не пишут, что она должна уже идти, идти, идти? Вот, она уже должна идти. Странно. Чего ей не говорят о том, что ей надо идти? Я, кстати, одела ее в новую кофточку, которая к нам пришла. С этим... Что там? Наборка... А, почему она одела это? Только что была в новой кофточке. Такая уверенная в себе барышня. Так, что у тебя не так? Что у тебя за проблемы? Два дня, два дня, три часа. Вот, через три часа он пойдет дальше на учебу. Так, давай, наверное, отменим тебе. Так, собака вышла? Собака вышла, сделала пуп и ушла. Отлично. Она теперь не хочет в туалет, это прекрасно. Или хочет в туалет? Они же нормально ходят, спокойно туда-сюда. Или как? Я что-то не могу понять, что происходит-то, а? Все, он разрешил собаке-то? Собака, вот, она сделала уже отлично. Снаружи это хорошо. Еще одна... А, это была первая собака. У нас же две собаки. Первая собака сделала свой пуп. И вторая сделала свой пуп. Пуп-пуп. Так, ну что, ты постираешь бельгишко? У тебя станет как-то все получше, я надеюсь. Это ловлю. Если ты в таком настроении пойдешь на учебу, это, конечно, ничего хорошего не будет. Так, у нас две миски наполнены. Хорошо, это правильно. Так. Плюс 24. Отлично. Мы в карманах нашли 24 семиллиона. Я считаю, это очень круто. Так, ты будешь же стирать, правда? Хорошо. Постираешь, и тогда развесишь. Я думаю, как раз пойдешь уже на учебу, на самом деле. Ой, я не то что-то. Что-то я не то. Не на корыто нажала, а на самого. Повесить, ужиться на веревке. Отлично. Наша Пайпер уже скоро вернется. Что ты, кошка, рассказываешь нам? Израсходованные. А, вот Пайпер вернулась. Отлично. С уверенностью сдает домашний этот. Та-та-та-ра. Та-та-та-ра. Та-та-та-та. Что у тебя? Почему ты... А, ты игривая? Почему ты игривая вообще? Расскажи мне, пожалуйста. Иди пообщайся с кошкой. Играй с лазерной указкой. Погладь, пожалуйста, и дай лакомство. Вроде как, это общение с животными очень быстро поднимается настроение. Нам это на руку, потому что ей на самом деле сейчас уже идти опять. Через два часа. Вот, у нее через два часа. Куда она ушла-то? Кошака. Кошака, куда ты пошла? Я не поняла, куда она пошла? Да она куда-то ушла, представляете? Мы не будем ловить. Я надеюсь, она от нас прям не уйдет. А что происходит? Что это такое? Вы видите, она какая-то полосатая стала. Что это такое? Что это такое происходит? Я не понимаю. Давай тогда играйся с этой собакой. Поиграй, пожалуйста. Погладь ее. И дай лакомство. Все то же самое, собственно говоря. Ход за питомцем. Нет. Пам-пам-пам. Дай лакомство. Ну, что ты полосатая такая? У тебя болячка какая-то, видимо. Так, я же тебя отменила с кошкой. Она умчалась. У нас всего два часа. Так, ладно, я не нервничаю. Я вообще не нервничаю. Вообще-вообще, в принципе, никогда и ни за что. Вы серьезно? Что это такое? Ему сейчас на утебу, а он в ужасном состоянии... А вот он ушел на утебу. Он должен был идти на утебу. Да? Пойди, пожалуйста, на занятия. Конечно, в ужасном состоянии. Хочет зайти в гости? Нет. Нам немножко не до этого. Она там за кошкой гоняется где-то. Это кошмар немножко. Это провал. О, Бэка Кларк? Да, приветики. Ты наш персонаж из другого челленджа. Так, отправляется на занятия. А кошка вернула, что ли, домой или что? Ага. Нет, это собака. А где кошка? Она же к кошке бежала, да? Или к собаке уже бежит? Ну, что-то как-то не очень, не очень. Все, это надо будет... Придется Лоре учиться дополнительно, чтобы как-то наверстать весь этот... весь этот кошмар, который я натворила, на самом деле. Все, ты должна была играться. Почему? Почему она не поигралась? Она просто поругалась на собаку, а не поиграла с ней. Что это вообще такое? О, зато, смотрите, как быстренько. И общение, и все. Круто. Я нашла источник. Давай, все-таки поиграйся, пожалуйста. Он не понимает, что от нее ходит. Никто ничего не понимает. Ладно, давайте тогда... Почему? Что происходит? Ладно. Через сколько она там должна уже идти? Через 17 минут. Отлично. Погладь тогда еще разочек собаку. Хвалить, обнять, поднимая себе настроенницу. Ух, что-то как-то... Лоре вообще в ужасном дискомфорте. Ужасном. У него будут плохие оценки. По-моему, по этому предмету... Где он сейчас? На каком он предмете сейчас? Выпускной экзамен. Это вообще отстой. Ему надо будет, короче, учиться за ноутбуком. Ну, да, похоже, короче, не очень. Так, давайте все-таки попробуем поиграться с кошкой, пока она не убежала. Потому что у него тоже как-то не очень. Поговори, пожалуйста, с ней. Может быть, как-то похвали ее. Как-то наладится. Так, ну что? Это там все обнимается собакой. У них все окей. Отлично, отлично. Так, а куда кошка опять ушла? Кошка опять от нас ушла? Нет? А, вот она легла. Ага. За этот... Поработитель. Маленький поработитель, вы понимаете? Не нравится на этой... Лежанке лежать и все тут. А он достирал, да? Ну, отлично. А кто там в луже у нас? В луже у нас. Вот кто у нас копается в луже. Почини, пожалуйста. Нам бы еще покопаться, конечно, в мусорке, потому что у нас с деньгами печалька. Вселенская печаль. Так, теперь... Почему-то он, кстати, с кошкой... Нет, не повышается. Вы представляете? Да, давайте включим наушнички. Последние деньги потратим на наушники. А как иначе-то? Минус 25. Отлично. Мы займемся этим в следующий раз. Отменим эту штуку. Спасибо, что подсказали вообще. Я так и не понимала вообще, кто нашей вайпер звонил. Кто-то звонил и передумал. Ну, да ладно. Почему у тебя дискомфорт, кстати? Стертые руки, стирка в корейте. Ясно. Ну, до стиралки нам еще далеко, честно. Признаюсь. Наша собака, эта большая, любит спать просто на полу. Ее прикалывает, похоже. Сон на полу. Давайте тогда нашего лори пошлем поискать мебель и декор. Вот. На нашу пайпер. Хорошо было бы, конечно, сейчас ее отправить строить. В смысле, перерабатывать и создавать новые объекты. Но, наверное, нет. Или за лягушками съездить. Не знаю. Или все-таки в клуб поехать. Мастер-ломастер. Не нравится. Нет, 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 нет. Тебе должна нравиться. Так. Сдает. Что? С уверенностью выжимаю. А. Пайпер молодец. Все. Пайпер молодец. И у пайпер хорошее настроение. Давайте тогда ее тоже отправим поискать мебель и декор. Три раза. Нам надо как-то восстановить. И ждем, на самом деле, когда преобразится наш район. Мне вот очень интересно это все дело. Ну, по-моему, ничего такого прям радикального не произойдет сразу. Но все-таки какие-то изменения, я надеюсь, будут. Мне прямо интересно. Это будет шесть часов. Так, у нас есть раковина. Что у нас еще есть? Ага. Раковина в плохом состоянии, да? В мусорном контейнере, шутки, забавы. О, может, на фестиваль? Слушайте, может, мы на фестиваль пойдем? Слушайте. Когда я стараюсь быстро сказать, это получается не очень. Сомнительное состояние. Ага, сомнительное. Для нас же шутки и забавы это то, что нужно. Вы понимаете или нет? Но, я думаю, мы это сделаем в следующей серии. Так, а почему отжалась пауза? Расскажите мне, пожалуйста. Давай, пожалуйста, прими душ в недрах металлического зверя. И поедем на фестиваль. А что ты хочешь ласкать? Давай. Ай, Лорис очень сонный. Никуда мы не поедем, короче. Не хочу его поить кофе. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Или все-таки сходить. Или не сходить. Я даже не знаю. Зато у нас сейчас будет преображение нашего. Или пусть он вздремнет вместо того, чтобы ходить еще за этим. Так, я... Это что ж такое? Я отжимаю с паузы. Вздремни, пожалуйста. Лениво дремать. Ты можешь лениво дремать. Может быть, мы все-таки успеем. Сейчас 6 часов. Сейчас должно что-то произойти. Ну что ж, должно произойти. О, модернизация. Угу. Вот, что-то произойдет. Угу. О-о-о-о-о-о. Слушайте, вот у нас какое-то теперь вот эта штука. Вот эта штука. Это пока все. Но там что-то написали, что будет еще. Я хочу посмотреть, что еще. То есть, нам можно дальше наш район развивать или нет? Так, наша пайпер же уже должна была освободиться. Давайте. А посмотреть просто можно? Вот, комплекс мир посмотреть. Так. Нам нужно за отказ вот это старые добрые. Но я хотела еще глянуть. Вот все, что с названием района. Это за его модернизацию. Организация, чистая поддержка, экологичное садоводство. А что за экологичное садоводство? Так, а собственно садин, никогда так помню. Что-то комплекс мир. Угу. Повышайте свой уровень влияния, копая грядки. Сад несет пользу для вас с сообществом. Ага. А что, нету все? Это было два и все? Нету, слушайте, все? М-м-м-м. Как-то неинтересно. Ну ладно. Я считаю, что у нас идеальные кадры для того, чтобы закончить эту серию. Она на самом деле получилась очень насыщенной, интенсивной. Я боюсь, что она будет очень-очень длинной. Но, надеюсь, не скучной. Потому что мы пошли в университет. Уже первые пары отбарабанили. А еще у нас теперь трое домашних животных. Мы преобразили район. То есть очень большую работу там и проделали. Так что до следующих серий. Подписывайтесь, ставьте лайк. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok